Валерий Викторович, 8 сентября 2014 года Здравствуйте, Валерий Викторович! Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня 8 сентября 2014 года. Самый главный вопрос, который интересует наших товарищей, который чаще всего встречался в перечне вопросов, это итоги консультации трехсторонней контактной группы в Минске перемирия на украине как вы прокомментируете эти события только положительно любая война когда-то должна заканчиваться и чем закончится быстрее война тем более война гражданская тем меньше будет общество разделено кровь очень сильно делит и тем меньше надо будет восстанавливать самое главное вот в этом плане людям должно быть жить комфортно в будущем обществе и то что вот состоялись вот такая трехсторонняя встреча это очень большой сдвиг в плане решения вопроса в сторону мира на украине причем в сторону этот сдвиг идет в сторону именно народа интересов народа не киевской банды не карательных батальон вот не а вот именно в сторону народа и в первую очередь это является как сейчас названо донецкая и луганской республики то что составляет новороссию в самом широком этом смысле слова вот многих я знаю напрягает подписанные документы говорят а вот то 5 10 но ребята тут ведь ситуация какая любые такие документы особенно предварительные они носят размытый характер и на если посмотреть что ж там такого в этих в этих документах страшного то выясняется что вот даже потому опубликованному на сайте оба и си протоколу но которые неизвестно то ли фейк то ли не фейк потому что речь шла 14 подписанных пунктах а там только 12 вот но даже если вот взять вот этот протокол то ничего страшного нет ни одной статьи ни одной статьи прямо направленных против интересов народа донбасса на новороссии там нет более того там есть статьи которые прямо направлены против киевской банды вот например взять статью 10 договора там она гласит вот вывести незаконные вооруженные формирования военную технику а также боевиков и наемников с территории украины прекрасный пункт ведь что нужно понять киевская киевская так скажем режим киевский там киевское управление как то выходит на контакт с новороссии соответственно этому законными вооруженными формированиями является то что осталось от вооруженных сил украины которые подчиняются киевскому управлению и вновь сформированные вооруженные силы новороссии это не обсуждается потому что с террористами не ведут переговоров ведут переговоры с политической силой если вы вышли на переговоры следовательно вот кстати это самый главный эффект уже начинает признавать государственную субстантивность вот представители вот этих вот этой республики новороссии объединенные освободить то есть их признают уже за государственность с ними ведут переговоры соответственно они сами не могут являться террористами и какими-то на боевиками наемниками и все прочее поэтому вооруженные силы новороссии из этого пункта исключаются априори но возникает вопрос а кто ж тогда наемники боевики да этот ответ есть вот когда подписали соглашение о перемирии то рупор правого сектора елена белозерская она ведь что написала он порошенко нас не легализовал до сих пор если хотят чтобы мы выполняли их приказы пусть сперва нас легализуют а потом нет официального статуса мы де юре незаконное вооруженное формирование то есть обычная банда и можем делать все что захотим вот вам ответ смотрите все вот эти территориальные карательные батальоны они не имеют юридического они являются бандитами следовательно киев должен взять на себя обязанность по ликвидации этих банды наемники именно на стороне киева сражаются иностранные частные военные компании оружие именно киеву предоставлено оружие бывшими странами участницами стран варшавского договора которые теперь киев используют вот все это и полученное от стран нато оружие нужно вернуть боевиков ликвидировать чвк вот эти наемников отправить это чистой воды статья которая работает против киева и все все статьи договора можно использовать именно таким образом нужно вести переговоры в этом и состоит дипломатия то есть договор протокол в принципе очень хороший в этом плане он не несет ущерба потенциал это такого колоссального для новороссии но в то же время уже выводит новороссию как на как на субъект государственности понимаете здесь очень позитивно но в частности пункт 9 как прокомментируете обеспечить проведение досрочных местных выборов соответствии с законом украины о временном порядке местного самоуправления в отдельных районах донецка луганских областей а что такое напрягает в этом пункте что донецкой области и луганской области остаются какие-то отдельные района все остальное украина или в этих же регионов внутри этих регионов а какие-то а вот теперь давайте посмотрим опять же как с какой стороны посмотреть если мы рассматриваем о том что новороссия которая законодательно определена на основе референдумов прошедших луганской и донецкой республики это государственность государственность состоявшаяся на территории бывшей государственности не государства а бывшей государственности украина и она с ней связано различными экономическими хозяйственными связями из которых она не может быть выключена одномоментно то соответственно с этими мы должны налаживать нормальные отношения с соседями так сказать да вот республика новороссия должна наложить нормальные отношения поэтому в тех районах в которых осуществляется совместная экономическая деятельность завязанная на государственные институты нужно предусмотреть переходный период когда нужно ну хотят они там провести выборы какие-то пожалуйста пусть проведут для себя для своей украинской государственности которая будет вне новороссии какие проблемы то есть это нормальный процесс взаимодействия двух государств никто вот самое главное нужно понять новороссия состоялась на основе референдумов территория донецкой и луганской области они не отчуждаем и вот по этому протоколу следующее следствие за мариуполь воевать не надо киев должен обеспечить мирную передачу возврат в новороссию и мариуполя и славянской других территорий на которых сейчас незаконно находятся вооруженные силы а также банды подчиняющиеся или не подчиняющиеся киевскому управлению вот как нужно ставить и вот если мы будем ставить так по всем этим вопросам да ни одна статья не может работать во вред все статьи будут работать только на благо становления государственности новороссия но это дипломатическая работа это нормальная рутинная дипломатическая работа которая однозначно приведет к успеху если правильно работать поэтому говорить о том что кто-то там что-то слил и все про вообще все разговоры о том что кто-то слил они преждевременны вот если это не будет реализовано то тогда другой вопрос а так нормально вот поймите простую вещь вот воюют две стороны война идет у них нет общего поля для разговора и нужен вот этот момент общий мотив для разговора вот захарченко и плотницкий они без титулов ну а что за титул у бывшего это кто называется президента украины какая разница это понимать это контактная группа ну они вот сейчас определяется как им будет приемлемо и для новороссии и для официальных переговоров с киевским управлением не будем пока называть их бандой может быть они все-таки решат изменить свое отношение к стране и зачистят эти карательные отряды и пойдет нормальный разговор государственное строительство той же самой украины так вот впоследствии вот они нашли общую нащупали почву определились да вот так вот так вот надо все определились пошли а дальше все это углубляется расширяется встает вопрос а кто представляет от кого говорит как вписывать в протокол приемлемо и для той и для другой стороны и все это пойдет пойдет и таким образом выстраивается государственность все нормально нет ни вообще нет ни одного этого кто называется момента для паники идет нормальная вообще нормальная рутинная работа и чем быстрее война закончится тем лучше вообще для новороссии тем лучше для украины меньше пройдется крови сохранится народное хозяйство лучше перезимует в конце концов вот как раз вопрос здесь прекращение огня и вообще о будущем государства так называемого украина и вообще судьбе новороссии а вот судьба новороссии она сейчас и вырисовывается от того как сейчас государственное управление которые эти проблема вот в о чем с самого начала надо было сказать прежде чем ну мы может быть к этому вернемся может быть не вернемся но успех наступления войск вооруженных сил новороссии которые привели к этим переговорам а переговоры стали результатом полномасштабного разгрома всех войсковых вооруженных формирований подчиняющихся киевской банде вот они привели вот успех этого наступления вот за это надо сказать спасибо игорь иванович стрелкову это его заслуга это его формирование это он армию создал фактически которую потом нас как бы нарастили каркас создал это его нормотворчество а вот то что вышла государственность новороссии на переговоры это заслуга бородая эти два человека внесли неоценимый вклад строительство новороссии вот это вот надо понимать что все заслуги и успехи государственности и вооруженных сил новороссии обязаны и стрелкову и бородаю при том как бы не относиться к их политическим убеждениям реально в государственном строительстве строительстве вооруженных сил именно их заслуга фактически наступление реализовала задумки стрелкова вот не так получилось потому что другие люди делали не в тех условиях не смогли скорректировать как бы стрелков скорректировала не скорректировали так как сами скорректировали это вопрос но в общем создать каркас вооруженных сил определиться со всеми полевыми командирами выстроить определенные группировки где отразить куда направить понимаете это очень серьезная работа все весь этот задел наступление был сделан при стрелкове только потом когда он ушел это насытили что называется плотью вооружение вот и это все сработало но задумка то конкретно его поэтому когда говорят что стрелков там что-то хотел слить что его только остановили если бы стрелков захотел что-то слить он бы не выстраивал оборону он был логический точно объяснил бы почему все было слито и говорит что там кто-то приехал и какой-то истерикой остановил стрелкова это вообще просто врать здесь надо понимать простую вещь вот говорят он ушел из славянска и не было никакого наступления а что нужно уходить только так вернее не было никакого наступления не было никакого боя он ушел потому что вот ну захотел по каким-то причинам а вот нужно что ли уходить только тогда когда тебя уже вцепились мертвой хваткой тебя уничтожают а только тогда отступать потерять полностью войска а что нельзя выскочить из котла чтобы котел не сработал против тебя чтобы сохранить вооруженные силы вы посмотрите всю мировую историю как действовали все полководцы предугадать направление противника спасти вооруженные силы которые потом нанесут ущерб и ведь так и сделал стрелков не не было бы его соединения раскатали бы полностью донецкую луганскую области донецкую луганские республики новоросе бы раскатали хотел бы придать но привел бы он это соединение командовал бы так что опять бы ничего не получилось выдержали страшнейший удар но он еще даже больше сделал отражая он начал готовиться к наступлению о чем он сразу говорил и он заготовил все заготовки к наступлению сделал а контрнаступление одно из самых сложных мероприятий этим на наступление где нужно только скрытно подготовить на тех участках где ты выбрал контрнаступление это тебе нужно учесть наступление противника, его планы, его передвижение войск, предугадать следующее движение. Для этого тебе нужно создать такую оборону, чтобы они действовали в твоей логике. И на нужных направлениях создать ударные группировки. Фактически все это сделал Стрелков. А Бородай за это время подготовил государственность. И вот вышли с этим. Но это, так скажем, небольшое отвлечение. Так вот, о будущем. А будущее будет. Как будет продолжаться вот это государственное строительство? Как будет защищаться Республика Новороссия? Как будут реализовываться ее интересы? Что касается Украины, то ее ждет сейчас печальное, в общем-то, будущее. В любом случае, как бы там ни пыжился Порошенко, другие, как его, Турчинов, Яценюк, там. У них, в общем-то, судьба печальная. Если все произойдет крах, то их порвет Майдан собственный. У них, если краха такого не произойдет, вооруженного падения, когда Киев возьмут банды правого сектора и другие территориальные батальоны, которые будут делать то же самое, что они делали на Донбассе. Грабили, насиловали, убивали. Вот. Они то же самое сделают с Киевом. Ну и заодно повесят Турчинова с Сиценюком. Вот. Если же этого не произойдет, а они этого не хотят, поэтому они вынуждены идти на переговоры. Им нужно мягко слить вот это все. Им надо в мягкую фазу перевести. Они не перезимуют в любом случае. И к весне возникнет вопрос о легитимном, единственном легитимном для всей Украины президенте Януковиче. Не потому, что он плох или хорош. Не потому, что он будет продолжать управлять. А нужна точка, с которой нужно вернуться в общественном договоре на то, чтобы... Вот с чего строить мир, будущие отношения, как разводиться цивилизованно. Вот эта вот точка — это Янукович. Единственный легитимный президент. К нему возврат будет в любом случае. И этот возврат, он неминуем. Он необходим еще вот по какой причине. Вот Порошенко подписал указ о распуске Рады. Он сделал вообще для государственности Новороссия большой подарок. Просто гигантский подарок. Что он сделал? Он ликвидировал государственность Украины по факту. Он является нелегитимным президентом. Рада была полулегитимна. И на основе этого как бы сохранялась государственность. То есть с распуском Рады сейчас государственность Украины прекратила свое существование. А все области не просто имеют возможность. Они к этому обязаны определиться со своей будущей государственностью. В каком государстве и на каких условиях дальше эти области будут существовать. То есть в них должны проходить референдумы. Единственным легитимным государственным субъектом на территории Украины теперь является Республика Новороссия с открытым форматом, куда может вступить не только Херсон, там Одесса, но и Львов с Тернополем. Надо проводить только референдумы. То есть в этом плане он сделал шикарный подарок. Он легитимизировал по полной программе Новороссию. Ну а себе, в общем-то, может быть, жизнь спас. Если все пойдет в конституционном поле перестроения государственных субъекта. Ну вот фактически ответили на вопрос Константина Нечаева о Януковиче. И еще вопросы в связи с переговорами в Минске и перемирием. От Дмитрия Молчанова первый вопрос. Сегодня начались переговоры, вопрос от 5 сентября, между представителями Новороссии и Украинской хунты. Одним из условий прекращения огня со стороны ополчения является амнистия всех ополченцев. Они что, не понимают, что это они представители законной власти и хунта сама должна просить помилования у них? Это задача позиций или тактический ход? Может ополченцы понимают, что сил дойти до Киева недостаточно и пытаются выстроить отношения с хунтой? Что вы думаете по этому поводу? Это как бы трактование статьи. Статья же говорит о другом. Что всех участников процессов Новороссии необходимо амнистировать. То, что находится на территории подконтрольной государственности Новороссии, защищается вооруженными силами Новороссии, здесь вопросов нет. Но ведь сколько было арестовано противников переворота, противников киевской банды, скажем, в Одессе, в Харькове, в Херсоне, в других городах. Вот эта статья обязывает украинское, вот это киевское управление всех людей выпустить из тюрем и амнистировать. Вне зависимости от того, на территории какой области они проживали и как они участвовали в процессах становления Новороссии. Так что это однозначно обязательство выполнения тому управления, которое останется на территории оставшейся Украины, не отошедшей к Новороссии. То есть сейчас это гарантированно определено территориально. Это две области. Это Донецкая и Луганская области. Вне зависимости от того, что там стоит в Славянске, в Славянске, украинская там армия карателей, но это не армия. Когда мы говорим украинская армия, мы должны точно понимать, что это армейские формирования, но это не армия. Это люди, изменившие свои присяги и которые участвуют в бандитском государственном перевороте, подчиняются бандитам. И то, что они по факту являются с флагами и носят номерные знаки украинской армии, украинских вооруженных сил, это не означает, что она украинская армия. Государства уже нет, полностью нет, а значит не может быть и государственной армии, а есть только бандитское формирование. Но мы же понимаем, что есть карательные, полностью бандитские группировки, о которых сами правый сектор говорит. Мы просто банда, никак не легитимизированы. А есть якобы существующая армия, куда мобилизуют людей. Вот эти формирования, которые являются якобы армией, они должны уйти со всей территории Донецкой и Луганской области, согласно этим договоренностям, согласно этому протоколу. Повторяю, это работа дипломатов. Как вы строите позицию, как вы ее проведете, так оно и будет. Ничего там нет такого, чтобы это было, можно записать во вред Новороссии. Но дипломаты это должны отработать. Дипломаты должны переговоры. Это рутинная работа. И от Татьяны вопрос. Объясните, пожалуйста, что это за непонятное такое перемирие? Только войска Новороссии начали наступать, их заставили остановиться. Это же капитуляция. Разве за это сражались и гибли люди, лечь под фашистов? Нет. Люди сражались для того, чтобы освободиться от фашистов. И то, что войска остановлены тогда, когда наступление находилось в самом разгаре, имеет собственный смысл. Вот для этого надо понять вот что. Любое наступление имеет определенный потенциал. Вот когда выработают потенциал наступления, когда тылы оторвутся, когда износ техники будет и утрата техники большая, когда людские потери будут большие, наступление выдыхается само собой. Тогда нужна перегруппировка, нужно переформирование, восполнение личного состава, техники. Но эта пауза военная, она дает возможность подтянуть резервы и противнику. Вот что произошло, например, в 41-м году под Москвой. Немцы перли по полной программе, сопротивлялись, 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 и у них наступление выдохлось. Все, они встали, им нужно восполнить технику, пополнить людьми, нужно боеприпасы подвезти, там еще масса всего. То есть подготовить снова войска к наступлению, восполнить их наступательный потенциал. Но за это же время Советский Союз тоже восполнял свой потенциал. И в результате этого было контрнаступление и разгром немцев под Москвой. Что произошло сейчас в Новороссии? Наступление остановлено тогда, когда наступательный потенциал вооруженных сил Новороссии не выработан полностью. Он у них есть. В результате этого наступления киевские вооруженные формирования полностью разгромлены. Поруби, по-моему, выступал на украинском телевидении и говорит, вот нам теперь нужно разобраться, где у нас какие части находятся, в каком составе, какое вооружение у них есть, сколько раненых там и прочее. Нам полностью надо привести в порядок, нам надо заново все это формировать. Мы воспользуемся, смотрите, полный разгром одних. Им необходимо теперь с этих участков, где они есть, выводить на какую-то нейтральную территорию. Это время, это расход потенциал, это моторесурс, это люди уставшие, они выходят, их собирают, их начинают там систематизировать, где и с какой части все. Это идет время. Что делает за это время вооруженные силы Новороссии? Они делают то же самое, но у них потенциал-то не израсходован наступательный, понимаете? У них еще, они могут наступать, а украинская армия, она мало того, что вот она не армия, будем говорить так, вот как их назвать, киевская армия будем называть, вот так вот. А киевская армия, хотя это тоже не армия, она сейчас вся разбита. Вот пока они стояли определенными котлами, укреплыми районами, там прочее, они сопротивлялись и неважно было, кому подчиняется, как каждый солдат там что-то стрелял. Теперь они должны все это двинуть на переформирование. Что происходит? Их оборона становится рыхлой, просто рыхлой, они теряют устойчивость. Они выводят в определенные части и начинают это переформировать, да? Они начинают туда людей дополнять, там все прочее. Но за это время наступательный потенциал армии Новороссии, вооруженных сил Новороссии восстановлен. Дальше заявляют, мы ведем перемирие до первого выстрела, после этого мы отменяем. Но правый сектор и не собирался исполнять перемирие. Вот смотрите, буквально сразу же что пошло? Они начали нарушать. И вот замполит роты Донбасс, он пишет конкретно, квитанцию прям выписывает, кто нарушил перемирие. Эти дебилы из Азова решили поиграть в войнушку и начали по льбу. А расхлебывать нарушение перемирия и отстаивать Мариуполь придется нам. Дальше, даже если мы первые нарушили перемирие, что тут такого? Это наша земля, что хотим, то и делаем. Наша украинская, он уточнил, земля. Вот понимаете, горе той земле, когда человек поступает по отношению к земле, что хочу, то и ворочу. Это не принесет счастья. Это принесет только беду. Человек должен беречь землю, на которой живет, и за которую сражается. А если он что хочу, то и ворочу, это наша земля. Ну, это... Так вот, все прекрасно понимали, не будет никакого перемирия. Ну, не будет. Что однозначно нарушат. Это нарушение есть, квитанции все есть, кто нарушил. То есть, никаких вариантов. Это нарушила киевская банда. Киевское управление нарушило перемирие. Но руководство республики так помпезно и громко заявляло. Вот только выстрелят! Мы сразу ответим. А, мы отмеч... Ну, там... Ну, не дипломат Захарченко. Ему надо как бы учиться говорить понемногу. Он хороший парень, но он по-прежнему в окопах. А надо все-таки быть премьером, политиком становиться. Так вот, как выстрелят, мы им ответим. Нормальное заявление? Стреляют, не отвечают. Мы считаем, что вот провокация где-то там еще не до всех дошло. Может быть, там какой-то провокатор. Но вот мы сейчас вот... Вооруженные силы там... Карательные батальоны не прекратят огонь. Мы им ответим. Сколько прошло дней? Пятого заключили. Сегодня у нас уже восьмое. Дни дня без стрельбы. Со стороны карательных войск. Карателей. А Новороссия все заявляет. Вот, мы за мир. Не везде соблюдается. Мы оставляем за собой право ответить на огонь. О чем это? А очень элементарно. Каждое такое заявление привлекает внимание прессы, а соответственно мировой общественности, о том, что Новороссия за мир, а вот киевская банда перемирие нарушает, нарушает, нарушает. Да сколько же это можно терпеть? И терпеть будет ровно до того момента, когда плотности войск киевской банды будут наиболее рыхлыми, а наступательный потенциал вооруженных сил Новороссии будет более высоким. Тогда короткое наступление, полнейший разгром по всем направлениям, враг разбит и переговоры на новых условиях. Вот почему наступление остановлено прямо когда еще потенциал не выработан. Вот когда потенциал бы был выработан, то ты бы не мог разговаривать с киевской бандой с позицией силы. Я сейчас почему об этом прямо говорю? Потому что это в общем-то реально понимает любой, кто хоть немного сталкивался с военным делом. Понимаете? Понимает это и Киев. Но зачем воевать за тот же Мариуполь, когда по условиям протокола Киев должен принять условия, вернее все усилия для того, чтобы Мариуполь должен быть в целости сохранности передан Новороссии. Он должен убрать свои бандформирования оттуда. А вот если Киев не согласен, если он пытается юлить, то следующий удар вооруженных сил Новороссии будет настолько сокрушительным, что ничего не останется от карательных войск. Поэтому еще раз говорю, все сделано правильно, все сделано хорошо. Говорить сейчас о каком-то сливе, о каком-то предательстве, это не просто неправильно, это, как говорит Путин, очень контрпродуктивно. Это вредно для дела строителей государственного становления Новороссии. Вредно. Сейчас все к тому, чтобы Новороссия получила наибольший и политический, и военный, и экономический эффект. Все это надо реализовать, только надо реализовать. Вот когда это не будет реализовано, то тогда сразу выявится, почему не было реализовано и по чьей вине не было реализовано. А сейчас закладки самые просто шикарнейшие, лучше вот не придумать. Вот ходы все один краше другого. И легализация, и государственное становление, и руководство, и возможность защитить завоевание по полной программе, более того, нанести невосполнимый ущерб для киевской банды. И решить вопрос вообще о Юго-Востоке, и его статусности. Кстати, он и сейчас стоит, этот вопрос. То есть на переговорах между киевской бандой и Новороссией сейчас будет решаться вопрос, в каком формате в зиму войдут как минимум республики исторической Новороссии. Одесса, Херсон, там, Николаев, Запорожье. Все, это все будет решаться. Потому что Порошенко ликвидировал Украину как государственность. Государства никогда не было после советского государства. Украина была государством, когда создавалась ООН. Это был советский продукт. Они, вот смотрите, как к Ленину относятся. Они рушат, они не понимают, что матрица работает. Они рушат Ленина, они рушат собственную государственность. Они восхваляют предателя Бандеру, Шухевича там, и прочих, МАЗЕПУ. Ну вот они и получают по полной... А нормальное государственное управление оно должно стремиться к снижению меры кровавости. Республика Новороссия это делает. Делает правильно. Делает тогда, когда это необходимо. Здесь ведь вот еще какой момент. Надо понимать, вот когда мы говорим о наступлении и вообще о всей составляющей, мы должны иметь в виду вот что. Когда состоялась подписание контактной группы 5 сентября. А что было 5 сентября? 5 сентября закончила работу саммит НАТО, расширенный в Уэльсе, в Ньюпорте. Чем он закончился? А ничем, пшиком. Не смогли они подписать западные элиты в войну против России. И западные элиты почему не подписались? А вот пока нет гарантии государственного переворота в России, пока не будут уверены, что элиты однозначно, невероятностно, предопределенно, а однозначно вынесут Путина из Кремля либо с почетом, либо с дыркой в голове, как они это заказывали. А запад под это дело не подпишется. А ведь Соединенным Штатам нужно чтобы развязать Третью мировую войну, нужно вписать в эту ситуацию Европу, нужно навредить России. И Соединенные Штаты имели, как бы сказать, карту в рукаве. На сентябрь намечены маневры, учения быстрый трезубец. Но есть маленькая особенность. В воюющей стране маневры не проводят. Следовательно, у Соединенных Штатов возникает необходимость обеспечить долгое перемирие на Украине. Мир. Для того, чтобы был благовидный предлог ввести войска НАТО на Украину. И вот отсюда заявление Порошенко о том, что он вводит в одностороннем порядке постоянное прекращение огня. Вот отсюда подписание вот этого протокола в Минске. Потому что киевской банде была дана отмашка. Соглашайтесь на все. Нам сейчас на Украине нужен мир. Мы сейчас введем туда войска НАТО. Потом выяснится, что никакого мира нет, а войска НАТО уже участвуют в боевых действиях. Соответственно этому мы вводим войска НАТО по полной программе. В Европе третья мировая война, Соединенные Штаты выиграли и можно применить даже ядерное оружие по Украине. Не проблема, лишь бы только России навредить. Так они думали. Может быть в этих условиях следовало отказаться от подписания протокола в Минске и продолжить наступление, чтобы показать, что нет, мира нет, там идет война. Ну как вы думаете? А я считаю, что подписывать надо было. Смотрите, элементарно. единственным правоприемником государства является украинского государства является Новороссия. Сомнения, повторю, были, что будет нарушено перемирие. Ни у кого сомнений не было. Все знали, что придурки из правого сектора, эти отмороженные псы, которых надо уничтожить, любому режиму, который планирует хоть сколько-нибудь устойчивое управление на хоть каком-нибудь длительном промежутке времени, хотя полгода, год, им надо уничтожать этих придурков взрослых. Их слишком много. Следовательно, нарушение будет. А если это нарушение есть, а мы будем каждый день говорить о том, что стреляют, 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 то фактической основы для проведения манеров не будет. Понимаете? То есть формально они не имеют права их проводить ни в коем случае. Там идет война, они не имеют права вводить туда войска. А для этого нужно, смотрите, как хорошо решает перемирие и вот это обстрел. Сразу несколько задач. С одной стороны, легализуют в глазах мира руководство Новороссии, как миролюбивое руководство, правильно восставшее против карателей, которое, несмотря на множество обстрелов, терпит это, терпит и терпит. А с другой стороны, Новороссия, заявляя это, лишает возможности Запада провести маневры. Понимаете? Вообще в дипломатии очень много ходов, которые решают сразу несколько задач. Тот ход в дипломатии, который решает только одну задачу, он заведомо проигрышный. На нем поймают и обязательно переиграют. Поэтому надо решать сразу множество задач. Поэтому смотрите, какая ситуация. Вот сейчас Соединенным Штатам нужно перемирие, да? Нужно. Оно киевской банде дает отмашку на эти контакты. Они же реально понимают, что они тем самым легитимизируют Новороссию и ее руководство. Но они же рассчитывают, что будет мир, хоть какой-то мир, хоть чисто будет в прессе этот мир, да? За счет этого вводят войска НАТО и развивается Третья мировая война. Но мы это берем, то, что они дают, а в ответ мы им даем что? Информационный фон, что мира-то нет и не будет. Понимаете? И все, и Соединенные Штаты по полной программе проиграли. Только это надо реализовать. Вот, кстати, простор для диванных войск. Показывайте, что нельзя проводить в этих условиях маневры, учения. Давайте на Запад, создавайте там информационное поле, давите на Западе. Запад и так, в общем-то, сопротивляется. Он, уж на что, на что, Германия под каблуком у Соединенных Штатов. но Германия единственная страна, которая согласилась участвовать в этих маневрах, в этих учениях и выделила аж четыре человека. Надо поддержать эти процессы, чтобы у Соединенных Штатов ничего не получалось, а чтобы получалось все у Новороссии. Хороших дипломатов им надо, хороших переговорщиков. Ну, также ответили уже на вопрос Бориса. Он спрашил как раз про эти учения Бустрит Трезубец. Вопрос от Татьяны. В прошлый раз я и многие другие задавали вопрос, был ли ввод войск России на Украину? Ответа не последовало. Это очень разочаровывает. Поэтому повторю вопрос, правда ли, что на Украину зашли российские войска? Каково ваше мнение по этому поводу? А здесь двух мнений быть не может. Никаких российских войск на Украине нет и если бы на Украине были российские войска, то поверьте мне, квитанции об этом были бы во всех мировых СМИ. Об этом бы говорили все абсолютно. Вот как не парадоксально, но один из скандалов на этой неделе, который состоялся с Борозу, разговор с председателем Еврокомиссии Борозу и Путина, он напрямую касается этого вопроса. Что Борозу заявил? Что Путин сказал, что если я захочу, то уже через две недели Киев был бы наш, был бы взят. Что предложил Путин? А Путин предложил, говорит, а давайте опубликуем стенограмму. Почему испугались в Еврокомиссии? А тогда станет ясно, как разговор проходил, о чем шла речь? Ведь Путин же не отказался от этих слов. Он сказал, да, это было, но это вырвано из контекста. Почему испугалась Еврокомиссия? А все заключается в следующем. Я не знаю, как проходил этот разговор, но контекст он очевиден. речь шла о чем? На Путина пытались свешить всех собак, его пытались следовать в русле западной политики, его пытались сломать, что мы там накрутим там все, ты и так вот мы во всей прессе доказываем, что там войска твои сражаются, там все пятое, десятое. И Путин естественно сказал, да если бы я был таким, как вы говорите, и действовал так, как вы говорите, две недели и Киев наш, причем наши войска не на машинах, а пешком бы шли до Киева, ровно две недели в пешем ходе, понимаете, вот они выдернули вот это и говорят Путин агрессивен, так вот еще раз повторю, если бы наши войска были на территории Украины, вооруженных сил Украины уже бы не было, я имею ввиду, которые были до того момента, пока Порошенко не разогнал Раду, Раду, сейчас это просто вооруженные формирования, незаконно носящие названия вооруженные силы Украины, хотя они и до этого носили незаконно, по той простой причине, что офицеры изменили свои присяги и обманули солдат, уж то, что офицеров точно учили тому, как они должны действовать в условиях государственного переворота и кому служить, поэтому нет наших войск, не было, поэтому была провокация с этими десятью десантниками и очень большая вероятность, что и они не были на территории Украины, что очень большая вероятность того, что их захватили на территории России, то есть здесь очень все мутно, но гражданское общество реально помогает Новороссии, в том числе и кадрами. Кстати, что произошло в Новороссии сейчас? В Новороссии сейчас об эффективности действий вооруженных сил Новороссии и бывшего ополчения по отношению к вооруженным силам так называемым и особенно к карательным батальонам Коломойского. Так вот, вся практика боевых действий показала о том, что в целом, повторю, в целом, не во всех деталях, а в целом, советская организация вооруженных сил себя зарекомендовала великолепно и на будущее. Что произошло? Кто там воюет в первую очередь? Да воюют мужики нашего поколения, кто служил в советской армии, кто там прошел обучение. Они стали основным костяком вооруженных сил Новороссии. И они стали обучать молодых людей, как правильно воевать и что значит воевать. Как правильно окапываться, как правильно наступать и все прочее. Ведь у украинской армии что было? 23 года вообще ничему не учились. Армия просто разваливалась. Офицеры в лучшем случае что-то там в учебниках читали. Они и солдат ничему не могут научить. А тот же самый потенциал советской армии призывной, которая идет по мобилизации как бы в армию Украины, он оказывается дезактивирован командным составом. А в Новороссии именно эти сержанты как их учили, так они и воевали. И они вырастают и до командиров рот, и до командиров батальонов. Поэтому очень высокая эффективность. Ну и плюс к этому не надо забывать, что для русского не бывает чужого горя. Поэтому все, у кого родственники, друзья на Украине и куда пришла война, все поехали защищать своих родственников и друзей. Поехали и просто люди по зову души. Когда, например, увидели, что фашисты сожгли людей в Одессе, очень много людей поехало воевать против фашизма на Украине. И это бывшие военные, действующие военные, которые взяли отпуск по семейным обстоятельствам, формально они оформили его правильно, поэтому никаких претензий к ним быть не может. Они поехали туда не деньги зарабатывать, это не ЧВК какая-нибудь. Они поехали туда по зову сердца, даром защищать людей от пришедших в их дом беды. Вопрос от Юрия. В рекомендованном к просмотру видео «Новороссия. Ключ переворота в Кремле» Анатолий Несмеян говорит о Путине как о недальновидном политике, которому после Крыма нужно было сразу взять Новороссию. Но так как он этого не сделал, тот получил недоверие как от патриотов, так и либералов. И что его рейтинг среди народа гораздо ниже озвученного в СМИ, что он поставил в качестве министра внутренних дел своего охранника, якобы защитить себя от армии, которая им уже недовольна. Прокомментируйте, пожалуйста, его выступление. На мой взгляд, Несмеян вообще не ориентируется в глобальной политике и про Путина он все придумал. Ну, в прошлом вопросе-ответе я уже говорил, что про Эль-Мюрида я упомянул только лишь потому, что он сказал более значимую ключевую вещь, а не потому, что он самый тупой из аналитиков. Нет, он далеко не самый тупой. Но проблема всей аналитической экспертной тусовки в том, что они не видят даже второго плана. Они оценивают только то, что есть рядом с ними. На основе инсайдеровской информации они какие-то взаимосвязи в управлении видят. Они пытаются на этом деле прогнозировать что-то и в результате ничего не получается. Они вообще не понимают управление, которое проводит Путин. Много уровня, много плановое управление. Они восторгаются тем, что Соединенные Штаты умеют играть в долгую, но сами гирями виснут, отстаивая клановые, свои клановые корпоративные интересы. гирями виснут и на ногах и на руках Путина, не давая ему работать эффективно в интересах России. Они не понимают его, они отстаивают свои клановые интересы. И вот рекомендованное видео, в принципе, там из-за одной фразы. Ставить на народ неправильно. Интересы народа должен преследовать глава государства. Нужно ставить на элиты. Вот ничему не учит их жизнь. Посмотрите, все элиты всех стран мира всегда устойчиво предают в лихую годину свою страну. Все. Вот. Не было такого примера, чтобы элита осталась монолитной и не предала бы интересы своей страны. и все элиты заканчивают всегда одним и тем же. Их каждый раз обрезают, обрезают и обрезают. А почему обрезают? За отрыв от народа. Они отказываются работать на интересы народа, расходятся с народом, революция, их обрезают, а они потом сидят в Париже и говорят, за что? Мы же такие хорошие, мы же белые такое святое дело, ну пошли поубивать этих самых быдло построить их, загнать их в крепостное право в новое. И сейчас у многих мысли такие же в крепостное право загнать народ. Уже даже теоретизируют по этому поводу о благе крепостного права в новых условиях. И это патриоты считаются. Вот именно из-за этого показать, что элиты преследуют только корпоративные свои интересы. Им по-крупному наплевать на интересы страны. Они не понимают государственного управления. И они всячески, повторю, всячески мешают управлению, которое проводит Путин. Они везде ищут только одно. Путин слил, Путин сделал неправильно, им нужно только это обосновать. А если что-то произошло, ну вот так вот получилось, ну при чем здесь он? И начинают какие-то обходные моменты искать, чтобы хоть как-то оправдаться. А сейчас это уже трудно, 15 лет. Смотрите, эффективный управленец, умеет играть в долгую, он постоянно выстраивает, выстраивает, идет, идет, идет. И это несмотря на то, что все элиты ему мешают. И они потом начинают объяснять то, что вот там то Путин неправ, ты это неправ. Вот все эти элиты, все аналитики, они понимаете, я уже давал этот образ. Они как бык реагируют на тряпку. Вот Тореадор машет перед ними красной тряпкой и они на нее бросаются. Им совершенно не важно что и как. Они даже не задумываются, что эта тряпка одета на шпагу Тореадора. И когда бык разгоняется, Тореадор только повернул шпагу и он напарывается сам. Самый красивый удар, чтобы не сломать шпагу и чтобы бык сам налетел. Они каждый раз предлагают варианты. Несмеяна, например, я других вариантов не слышал. Каждый раз, когда он начинает давать рекомендации, это только одно. Мы должны сами напороться на шпагу. Потому что мы должны на эту тряпку среагировать. Нам абсолютно без разницы, как реально обстоят дела. Вот тряпка вот эта меня раздражает. А скрытую за ней шпагу, это вообще не существует. И к сожалению, это уровень нашей всей аналитики. Всей. дюк нормальный хотел бы узнать ваше мнение по поводу всей этой истории вокруг мистралей. Эксперты говорят, что эти корабли нам не нужны. И возможная обмена контракта по мистралям из-за санкций нам только на руку. Зачем тогда вообще нужно было заказывать эти вертолетоносцы, если у нас, как говорят некоторые эксперты, нет инфраструктуры для обслуживания этих судов? Ну вы знаете, вот опять же, нет обслуживания, зачем иностранное заказывать? Сталин, я понимаю, был вообще глупым человеком, он покупал корабли у Германии, причем покупал в недострое в жутком, некоторые даже войну не смогли достроить, а потом порезали. Здесь очень много вопросов, как политического, так и военного характера, экономического характера. Постройка тех же самых мистралей это передача определенных технологий. Постройка этих мистралей это определенные политические взаимодействия и выстраивание своей внешней политики. Вот у России нет союзников, у России есть только два точнее союзника, ее армия и флот. Так было, так есть и на обозримую перспективу так будет. Ближайшую имеется ввиду обозримую перспективу до смены концепции. Поэтому России нужно маневрировать. Как маневрировать? Заставлять своих противников разрушать те блоки, в которые они входят. Вот если бы сейчас у нас не было договоренностей по военно-техническому сотрудничеству ни с Италией, ни с Францией в данном случае. Вот как бы себя повела та же Франция, если бы ей не грозили громаднейшие штрафные санкции, экономический ущерб даже без всяких санкций от постройки этого вертолетоносца, который не нужен никому. Понимаете, средства вложены, планируется определенная прибыль, а дальше никому. А как все эти издержки на кого накладывать? Что делать дальше с этим кораблем? И вот смотрите, что требовали Соединенные Штаты от всех участников саммита НАТО в Ньюпорте в Уэльсе? Они требовали одного повышения собственного финансирования бюджет НАТО. И Франция нашла достаточно оригинальный такой ход. У всех экономические проблемы, а мы тогда присоединяемся к санкциям и не отдаем мистраль. Причем они сделали такое заявление. Мы это еще будем рассматривать, мы никаких официальных документов не послали, мы только сделали заявление. А заявление для чего? Вы от нас отстаньте, мы готовы против России подписаться, но у нас нет ресурса, мы готовы отдать эти мистрали. Поэтому выпустите нас из этих, вы других добейтесь, и вот когда вы все против России объединитесь, тогда мы отправим документы, что мистраль мы вам не отдаем. Мистраль будет участвовать в НАТО против России. А поскольку дело не срослось и ничего на саммите НАТО не получилось, то естественно Франция оставляет за собой право продать мистраль России. И здесь есть три составляющих этого дела. Первое. Все помнят скандал с Моникой Левицкой в оральном кабинете, в результате чего Клинтон начал бомбить Югославию. Но не хотел бомбить, но его подловили на этом скандальчике. Но элита Соединенных Штатов, страновая элита, она думает, что если через Соединенные Штаты были реализованы два таких суперпроекта, мегапроекта, как Первая и Вторая мировая война, много шло управления, они чему-то научились, они видели только внешнюю оболочку. Понимаете? Вот есть такой в Индонезии, по-моему, остров есть, где база, военно-морская база Соединенных Штатов. Вот там самолеты взлетают, садятся, есть охранение, смена караула и все прочее. Так вот, в ритуале у аборигенов, они живут в первобытной общинном еще строя, у них появилось что? Ритуал смены караула, они из соломы плетут часы, на которые смотрят, ну, солдат, когда ждет, когда его сменят, он на часы-то смотрит, вот у них все это в ритуале появилось. Они не понимают, что реально означают вот эти все действия, они соблюдают внешнюю атрибутику. Так вот, страновая элита Соединенных Штатов, она вот так же воспринимает все процессы, в которых она участвовала, когда организовывались и Первая, и Вторая мировая война, и послевоенное управление. Они глубинной сути не понимают, они вот так вот обезьяничают и скоморочничают, то есть повторяют за всем этим. И они решили повторить вот этот же момент с Оландом, то есть его бывшая жена Трейр Веллер, Ротвеллер, который называют, она написала мемуары и Оланда, взяв за это дело, сказали, ну ты давай подписывайся под наши дела. Но он полностью подписаться не может, поэтому вот он сделал половинчато такое решение. А дальше что он сделал? Вот смотрите, невыполнение этого контракта, это означает, что Украина, Франция, она становится не договороспособной страной, она не надежный партнер, а соответственно все международные контракты с ней либо будут расторгнуты, уж точно с ней никто не будет заключать какие-либо контракты военно-технического сотрудничества и даже экономического сотрудничества на будущее. Ну то есть какая это страна, которая не имеет собственного голоса в государственном управлении, которая управляется вот на таком вот, все же видят, как его заставили сделать, все же видят, как Франция в общем-то на панели скачет. Поэтому с ней никто не будет никаких контактов иметь. Это очень большой ущерб Франции. Поэтому Франция на уровне элит страновых не заинтересована в том, чтобы контракт был сорван. Поэтому говорю, Оланд нашел вот такое вот половинчатое решение. Но возникает вопрос. Вот я сказал, Мистераль вошел бы в состав НАТО и уже в этом ракурсе участвовал бы в санкциях против России. Ну, мне каждый носом ткнет даже в Википедию и скажет, да вы что, не понимаете, что ли? Он был построен с российским участием, с российскими стандартами, под российское вооружение, под российское использование. Какое НАТО? А я вот когда говорил о Франции, а говорился Украина, это немножко забежало, а говорился не случайно. А очень простое НАТО. Дело в том, что если техника есть, то ее можно использовать. А если техника есть в тех стран, которых вы планируете в войну с Россией спалить, а Украина именно такая страна, то можно эту технику передать Украине, русскоязычная страна, советское вооружение, советские стандарты во многом еще присутствуют, вот пожалуйста, и пусть она воюет против России. Почему думают, что сразу обязательно нужно поставить скажем в армию Франции, в армию Германии, ничего подобного. Есть третьи страны, которые тоже надо вооружать, которые должны в первую очередь воевать с Россией, которые должны погибнуть в войне с Россией, чтобы благоденствовал Запад. И вот в этом отношении то ли почувствовал Гончаренко, это председатель Одесского богосовета, который сказал, но если вы не отдаете России, отдайте Украине вот этот вертолетоносец. Вот. Надо сказать, вот я его горячо поддерживаю, вот даже название, которое он предложил, Одесса, тоже самое великолепное. Во-первых, когда этот вертолетоносец, если бы, к сожалению, фантастиком, но тем не менее, он цепанул матрицу вот этого решения, и он предложил в этом плане. Вот. Может быть, ему посоветовали в плане решения, то есть, я же говорю, это же многоходовка, и, соответственно, многим заранее сообщаются определенные ходы, как использовать тот же Мистраль, да? Вот он обращается для создания общественного мнения, вот. Что происходит? Франция отдает Мистраль Украине. Франция попадает на деньги, Франция становится ненадежным партнером, Франция теряет возможность заключать экономические контракты, Франция имеет как государство возможность выжить, только следуя в русле государственной политики России, которой Россия не заинтересована в крушении государственности Франции. Полезно для России? Полезно. Дальше. Мистраль передается Украине. Украина как государство не существует. Сейчас Новороссия выстраивает свою территориальную составляющую и, соответственно, в любом случае Мистраль попадает в военно-морские силы Новороссии. Великолепный вариант для решения определенных пограничных вопросов с Румынией. Ну, почему? Фантастика! Ну, вообще вот так это был бы наилучший и самый менее кровавый способ по разрешению всех международных конфликтов. Прекрасное решение, по-моему. Алексей У интересуется, как вы думаете, Мэтью Ли, журналист агентства Associated Press, который имеет аккредитацию при Госдепе США, кто он? Козь в горле Госдепа или это пятая колонна США? Это не пятая колонна США, это представитель глобальной элиты в США, которая контролирует все в Соединенных Штатах. Он работает, он может быть и не сам представитель, там еще надо посмотреть, но то, что Associated Press это информационный орган, именно работающий в структуре глобального предиктора, вот это однозначно. И поэтому идет постановка сливания Соединенных Штатов, поэтому Мэтью Ли выполняет свою задачу согласно и редакционной задачи. В этом отношении вот что еще надо сказать. Было знаменитое выступление Обамы в Таллине, где он сказал о том, что Россия в 21 веке пытается вернуть земли, которые потеряла в 19 веке. Но Обаме следовало бы знать, что применительно к Соединенным Штатам этими землями являются штаты Аляска, Орегон, Вашингтон, Калифорния и Гавайи. Вот. Ну, может быть, он уже озаботился об этом, но я не думаю. Скорее всего, его, так же, как и всех чиновников Соединенных Штатов, подвела его система образования американской, которую он получил. Вот у нас какой бы тупой чиновник не был, и чтобы ему какой-то тупой спичрайтер не написал, он бы вот такое вычленил и не попался бы на это. А Обама это просто более высокопоставленная ПСАКИ. Вот и все. Понимаете, они все продукты американского образования. Вот. Думать, что они какие-то самостоятельные управленцы или там чего-то мыслящие, что-то понимающие, даже не приходится. И причем, я еще раз повторю, он даже не понимает, что он огласил. Вот спичрайтер, который туда внес, может быть, и представляет тот интерес, что России сразу говорят, вот, то есть, как бы ты восстанавливаешь свой суверенитет, но на твои земли, которые незаконно принадлежат сейчас Соединенным Штатам, повторю, Аляска, Орегон, Вашингтон, Калифорния и Гавайи, ты не рассчитывай. Как бы поезд ушел. Может быть, вот глобальный предиктор, через спичрайтера дал, а вот Обама лопухнулся конкретно. Псаки высокопоставленные. Вопрос по глобальному предиктору от Геннадия из Харькова. Если Ватикан, семья английской королевы, все эти Морганы, Ротшильды и прочие барухи, еврейства, это всего лишь вывески и инструменты ГП, а сами представители ГП ведут жизнь непубличную, скрытую от широких масс и ничем от этих масс не отличаются, тогда в чем смысл быть Богом на земле ради того, чтобы их прикрытие, их ширма паразитировала на всем человечестве. Они при этом в тени и как бы никто. И каким интеллектом надо обладать, чтобы, противоставляя себя Всевышнему, за предыдущие пять или шесть цивилизаций ничему не научиться и не понять, что насаждаемый ими способ жизни это путь к погибели. Ну, во-первых, здесь, как в спорте, вот, скажем, прыжки в высоту, три попытки, да, первый раз прыгнул, не получилось, сейчас вот немножко изменю, вот по-другому прыгнул, у меня получится, не получилось, третий раз, так вот, они так же и прыгают, это попытки, вот, да, в этот раз погибло, но мы вот так вот так вот изменим, будет вот так, опять погибло, изменим, будет вот так, опять погибло, То есть они ведут генеральное наступление на грабли. А в чем смысл? Вот вы понимаете, какая ситуация. Иногда для того, чтобы вывести какое-то животное, отобрать, нужно развести большое-большое стадо. А потом это стадо вырубается, оставляют необходимых животных с определенными качествами, и они уже, так скажем, служат той роли, которую выводит селекционер. Так вот, глобальный предиктор по отношению к всему человечеству чувствует себя селекционером. Что нужно глобальному предиктору? Глобальному предиктору нужна необходимая техносфера, которая бы обеспечила его бесконечную жизнь в будущем, его приемлемый уровень комфорта на планете Земля, определенные потребительские ресурсы. Но для этого они должны ликвидировать все население на планете Земля необходимым образом. Они должны получить все эти необходимые, вот эту всю техносферу, которая все это обеспечит, чтобы люди это сделали. Поэтому они прячутся за спинами. Для чего? Когда вот этот процесс, они, так скажем, все будет готово для того, чтобы на планете остался золотой миллиард или 500 миллионов, будут запущены процессы, в которых вот это внешне видимое управление будет уничтожено. То есть гнев народа будет направлен не туда, куда надо. А это, кстати, и позволяет на протяжении тысячелетий выживать. Свергают королей, уничтожают различных правителей, уничтожают элит, элиты различные, а они на протяжении тысячелетий, находясь за спинами, спокойно существуют и манипулируют, управляют и королями, и элитами. То есть они обладают реальной властью. Им не нужно красоваться. Они не актеры на сцене, они реальные властители. Поэтому одному нужно, чтобы перед ним какая-то толпа безмозглых фанатов фонарела, да? А другой этим актерам просто управляет для того, чтобы управлять этой толпой. Вот таким вот образом все стоит. Как только толпа выполнит задачу построения необходимой техно-биосферы для существования золотого миллиарда или 500 миллионов, в тех параметрах, как они определили, все остальное должно быть уничтожено, чтобы ресурсы остались для продолжения жизни только этих избранных. Ну еще пару вопросов от Максима. Как вы думаете, что означает передача контроля за космодромом Восточный от Роскосмоса к кабинету министров? И в частности, если я правильно понял из-за новостей, Рогозин. Путин сейчас лично возглавил комиссию по ВПК или комитетам, который возглавлял Рогозин. Соответственно, Путин взял бразды и управление на себя. Очень и очень многим. Ну, а Дмитрию Олеговичу надо поменьше проводить времени в Твиттере, в Фейсбуке и все прочее. Надо... Вот если бы он справился со своей задачей, Путин и так возглавляет бесчисленное множество всех комитетов и различных агентств. Ладно, не будем об этом говорить. Кадровый вопрос задевает слишком многих. И поездка Путина по регионам Дальнего Востока, Сибири, в Монголию. Нормальная работа. Просто нормальная работа. По выстраиванию. Посмотрите, Соединенные Штаты проводят... Саммит НАТО. Путин проводит ряд учений. Путин едет в Монголию. А Монголия интересная страна. Как вы думаете, кто является третьим соседом в Монголии? Вот у Монголии два соседа. Она зажата между Китаем и Россией. А кто третий? Я не беру там другие. Кто третий? Соединенные Штаты. Именно Соединенные Штаты на протяжении всего его постперестрочного периода определяли многие политические процессы в Монголии. И теперь Путин показал, что нет там Соединенных Штатов. Поэтому в Соединенных Штатах истерика. Нормальная работа Путин провел комплексно. Вот посмотрите. И учения. Самолет сел на обычную дорогу, построенную по советским технологиям. У нас в советское время много дорог таких построили, которые будут выполнять роль аэродромов. Мы показали. Пожалуйста, мы делаем. Наши самолеты могут садиться на обычные дороги. Проведены учения ракетных войск стратегического назначения. Все было показано. То есть, ребята, по шестому приоритету к нам не суетесь. Мы защищены. Ну а на остальных приоритетах Путин показал, как он проводит глобальную политику. И опять же ничего не получилось. Что, смотрите, успех в Минске, успех в Новороссии, успех в Монголии и по всем остальным направлениям. Еще бы вот аналитики не висли гирями у Путина на руках, а помогали бы ему, создавали бы нормальное информационное поле. И все было бы замечательно. Но я думаю, что все будет и так хорошо. Подозревать о том, что Новороссию сольют и предадут, хотя у некоторых прямо слюни идут, что будет решаться по Приднестровскому варианту. Приднестровский вариант, гибельный вариант. Иметь такого врага, соседа, как Украина, с питомниками бандеровцев, где их будут воспроизводить, сколько бы их не убивали, да? Это гибельно и для России, и для Новороссии. Необходима смена политического режима на Украине, чтобы Украина была нейтрально, дружественным государством для всех государств вокруг, чтобы Украина сама внутри себя боролась с бандеровским подпольем, зачистила бы все питомники и вычистила бы бандеровщину из мозгов украинцев. Вот такая Украина должна быть. А нас все-таки некоторые патриоты на Приднестровский вариант толкают, чтобы кровь, нескончаемая кровь, и в конце концов война пришла в Россию. Россия вынуждена была построить снова СССР какой-то там. У СССР была одна проблема. Обвиняли в том, что аннексировал другие государства. И это раскололо. Нам хотят эту мину снова заложить. Украина должна сама бандеровщину в себе пережить. Для этого там должен быть нормальный дружеский режим, дружеская государственность по отношению ко всем странам, ее окружающим. И в этом отношении. После зимовки, когда майдан головного мозга у украинцев будет хорошо вылечен, у основной массы, естественно, голодом и холодом, хорошее средство от майдана головного мозга и вообще от сведомитости. А то они там все сведомые. Ну, Руслана уже прозрела, нет? Нет, она не прозрела. Просто они понимают, что... Ведь все понимают, что в военном плане киевская банда проиграла. Что Новороссия будет становиться. Весь вопрос в том, как будет становиться Новороссия. И эту Новороссию хотят повернуть на рельсы Приднестровья и продать и предать. И вот Руслана, это один из тех вариантов, то она, значит, радостно прыгает и призывает убивать самок и детенышей Колорадо. Это, я имею в виду, концерт Мариуполя, когда у нее за спиной, даже если не было чистых призывов таких, видеоряд за ее спиной, говорил об этом. А то она, значит, вдруг прозрела. Она до этого не знала, что у нее там за спиной, какие картинки, да? Нет, сейчас все поворачиваются в одном плане. Попытаться перехватить процесс государственного строительства Новороссии так, чтобы не состоялась Новороссия. В режиме неконфронтационном с Россией и в режиме, где было бы жить комфортно людям, проживающим на этой территории. То есть попытка законсервировать войну до будущего лета, чтобы с новыми силами уже ударить непосредственно по России. Вот в этом и все усилия Руслана. И всех остальных подобных миротворцев, которые вдруг начинают прозревать, но при этом как-то странно прозревают. Одно вижу, другое не вижу. У нас вопросы закончились. Ну что ж, что бы я вот хотел еще сказать? Вот когда по аналитикам речь шла, возвращаясь к этому, каждый аналитик претендует на определенную, так скажем, доверие со стороны его аудитории. А вот мы исходим из другого. Нам категорически не нужно, чтобы вы нам верили. Все, что мы делаем, это предъявляем вам информацию. Вы, как самостоятельный человек, должны воспринять всю информацию, которую мы вам сообщаем, критически. Вы должны ее для себя переработать, понять, осмыслить, и тогда уже эту информацию использовать. Любая вера в социальных отношениях – это интеллектуальное иждивенчество. Мы же хотим, чтобы наша информация побудила вас думать. А разобраться во всех хитростолетениях вот этих информационных потоков и вам, и вообще любому, кто пытается заняться анализом, помогут работе внутреннего предиктора концепции общественной безопасности. Изучайте теорию, практика придет сама. Успехов! До свидания. Продолжение следует...